Расскажите, пожалуйста, как влияет на человека искривление копчика, в детстве упал на него, и как буква «С» изогнут в обратную сторону копчик. Скажите, пожалуйста, почему перед сном сводит, крутит, тянет ноги, особенно, если это было время беременности, что не давало заснуть до утра. Друзья, мы не куски мяса, и вокруг нас есть тонкополевые системы, это живые механизмы, которые помогают вам, так скажем, вот это тело сохранить в вертикальном положении и давать ему там сколько вы, 50, 60, 100, 300 лет жизни, сколько вы, так скажем, этому делите внимания. И эти механизмы вокруг вас, тонкополевые системы, они постоянно заменяются, меняются детали, части систем, некоторые демонтируются. Потом, если вы хулиганите, приходит специальная бригада и ограничивает, надевает на вас ограничители кармические, ограничивает ваши тонкополевые системы, чтобы вы не хулиганили, не разрушали себя и окружающий мир. Поэтому сейчас люди всё тоньше и тоньше становятся и начинают понимать, что что-то ещё есть, кроме вот этого тела, которое некоторые воспринимают просто как кусок мяса, всё ещё к превеликому сожалению. И лекции не проводятся на эту тему, нет людей, которые разбираются в этой теме. То есть не всё так просто, то есть информацию не получить, и тоньше уже люди становятся. И вот когда такие ощущения, что не уснуть или тянется в разные стороны, это заменяются, как правило, тонкополевые системы или их детали, или монтируются новые, достраиваются старые. То есть вот такие ощущения. Надо понимать, что с вами происходит. Если у вас серьёзное заболевание душевно-духовное или заболевание физического плана, то может быть и так, что ваши тонкополевые системы разрушаются, и поэтому тянущие ощущения. То есть нужно понимать вашу ситуацию, чтобы дать конкретно ответ по вашему вопросу. С копчиком то же самое. Говорите, искривление копчика. Вот бояться этого не надо, но нужно становиться более тонкой. Для того, чтобы разобраться, для чего нужны эти системы, начать их видеть, начать взаимодействовать с тем, кто эти системы обслуживает, это называется, так скажем, разумность. Она будет развиваться, расти и, в конце концов, превратиться в видящего человека. По поводу копчика, у вас не искривление копчика, у вас есть нарушения в ваших тонкополевых системах, на, так скажем, тонком уровне развития ваших систем. И как только нарушение случается там, ломается часть физического тела. То есть нужно разбираться, искать конкретную причину искривления копчика. Искривление копчика – это следствие. То есть то, что привело к его искривлению, произошло, так скажем, в этих невидимых мирах. И для того, чтобы научиться в этих мирах жить и взаимодействовать, нужно становиться объектом тонким. У нас снято видео. Григорий, как твое видео называлось? Где ты рассказал про путь йоги? Не бизнес, как духовно. А, «Хочу стать магом» оно называется. Пожалуйста, путь прошел к Григории. Если хотите, идите тем же путем, делайте все то же самое, что он делал, пройдете тот же путь, получите развитие своих способностей. Или ищите свой собственный путь, основываясь на путях других людей. Или просто сядьте в медитацию и начните основываться на внутренний свой источник. Изобретите третий путь, так скажем, не похожий ни на что остальное. Поэтому что с копчиком надо конкретно разбираться в вашем конкретном случае. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!